Многие страны европейские, которые говорили все время, что они ярые борцы с международным терроризмом, для меня лично они такое право говорить утеряли, потому что никаких действий ни в отношении Азербайджана, ни в отношении Турции приняты не были. Тогда вопрос, в чем заключается их борьба. Если ты борешься с терроризмом, ты борешься с ними везде. И как вот ты говоришь, что не будут же они объявлять контртеррористическую операцию. Почему нет? Почему в других странах, где они считают, что там терроризм в Афганистане, в свое время в Ираке, в Сирии, они говорили, о, там терроризм, и нам нужно бороться с терроризмом. И все, кому не лень, туда ринулись. Ну что же не ринулись сюда? Значит, это все ширма и прикрытие. И просто не нужно делать из людей, грубо скажу, идиотов. Все уже давно все понимают. Реальной борьбы с терроризмом нету. Все мировое поле этот терроризм используется. Борьба с режимом, да. Борьба с режимом. Здравствуйте, уважаемые. Сейчас прозвучали слова советника бывшего главы генштаба вооруженных сил Армении Владимира Пагасяна. Да, советника того самого Онника Гаспаряна, который сам командовал армией, не подал в отставку, проиграл, а теперь обвиняет Пашиняна, что требовал остановить войну на четвертый день. Видимо, им уже ничего не остается в своем оправдании, кроме как раздуть образ врага до пределов нескольких стран и участие международного терроризма против Армении. Очень забавно слышать упреки в адрес Европы и Америки, что вот они проводили антитеррористические операции в Сирии, а в Азербайджане не стали проводить, и теперь, мол, Запад потерял авторитет в глазах Армении. Это смахивает на то, что вот, весь мир должен был объединиться и воевать вместо армян, пока не будут наблюдать за побоищем и есть попкорн, как в кино. Точнее нет, все проще. Это просто смысловая шизофрения, которая проявляется во всем. Советник Пагасян, ваша сторона военным путем захватила часть чужого государства, но вы не признали независимость этой территории, как, впрочем, и Европа, и США. Так значит, если вы не признаете независимость, то вы автоматически признаете другой вариант, что это была оккупация чужого государства, во главе которой находились террористы с точки зрения международного права. Иного варианта международное право не предлагает. Боевые действия или зачистка велись на территории Азербайджана, а не Армении. Вы говорите про антитеррористическую операцию Запада против терроризма Азербайджана. А как тогда назвать действия Азербайджана во время войны? Азербайджан напал на чужое государство? Нет. Азербайджан напал на самого себя? Нет. Азербайджан проводил антитеррористическую операцию на своей территории? Да. То есть, ваша логика такова. Запад должен был ввести войска на территорию чужого государства и уничтожать вооруженные силы этого государства, который восстанавливает целостность своего же государства, которое также при этом признается этим Западом. Так? Такие суждения – это шизофрения. Точнее, нет. Это очередная намеренная манипуляция. Тогда, советник Погосян, если вы начали эту тему, то будьте любезны. Вы не человек с улицы. Ответьте за свои слова. Вы говорите, что Азербайджан был плацдармом для международного терроризма. За него воевали и турки, и игиловцы, и бог знает кто. В зависимости от развитости воображений и фантазии того, кто это говорит. Так покажите их. Предъявите публично доказательства, а не какие-то невнятные видео, снятые на кирпич. Сделайте, как Азербайджан, с Искандером М. У вас же есть эти пленные. Так пригласите нейтральной Армении и Азербайджану страны, чтобы они провели независимое расследование. Являются ли они турками или сирийцами? Как они попали на территорию Азербайджана? Реально ли они участвовали в военных действиях? Кто их нанял и кто платил? В каких местах они воевали? И где проводили операции? Кто ими командовал? Кто за них отвечал? И прочие-прочие вопросы. Независимая экспертиза и следствие скроют все пробелы. И сразу станет очевидно, правду ли вы говорите или наговариваете на Азербайджан. А пока этого не сделано, то это просто болтовня. Неосведомленным же вкратце можно ответить, что Азербайджану даже смысла не было привлекать кого-то к войне со стороны. Как это делала, к примеру, Армения. Так как настоящий интернационал воевал с Азербайджаном. Граждане Армении, воюющие на территорию чужого государства. Граждане России, Ливана, европейских стран США и Канады. Вот это и называется наемничество и международный терроризм. А то, что у азербайджанцев были нашивки турецкого флага на одной стране, так на другой стране у них был азербайджанский флаг. Это аналогично и тому, что и у граждан Армении были нашивки флага непризнанной НКР. Это не имеет отношения к гражданству. Азербайджан в несколько раз превосходит население Армении. А после войны и миграции эта цифра может вырасти до 4-х крат, если еще не выросла. Многих желающих воевать даже не взяли на фронт. Тем более рисковать привлечением наемников просто нецелесообразно с точки зрения мировой общественности, так как это бы сразу вскрылось и был бы международный скандал, который подхватили бы все мировые СМИ с подачи армянского лобби, так как, судя по всему, организованных групп лоббистов интересов азербайджанского народа на Западе не существует. Азербайджан Азербайджан